Здравствуйте, дорогие зрители! Ну вот, не прошло и двух недель, как мы собрались сообщить вам последние новости со съемочных площадок Латинской Америки и США. Начнем с нашего любимца Марио Симарро. Во-первых, выходят на экраны два фильма с его участием «Черный русский» и «The Twiggies». Судя по всему, Марио всерьез решил заняться продюсированием, потому что несколько раз об этом упоминал в последних интервью. А вот про свои будущие роли говорит весьма обтекаемо. Как только, так сразу говорит. Впрочем, он всегда был не самым большим любителем подкровенничать с прессой. А жаль. Второе событие из жизни кубинского партизана стало известным благодаря Твиттеру. Марио участвовал в работе международного фестиваля кино в Санто-Доминго. Судя по всему, мероприятие удалось на все сто. Поклонники получили автографы, с коллегами пообщался. Особенное внимание хотелось бы обратить на Хуана Фернандеса и Карлоса Бардема. Не последние люди в мире кино. Также Марио дал довольно интересное интервью, где рассказал о том, как воплощал в жизнь свою мечту стать актером и как тяжело ему пришлось в чужой стране без родных и близких. Вот так выковываются люди из стали. Такого не сожрешь. А если попытаешься, то подавишься. Сам Марио сказал, что только благодаря сильному характеру и упорству он добился того, что у него есть. А есть у него одно из самых громких имен в мире испаноязычного телевидения. Пусть и к зрителям прислушается, наконец, и начнет уже сниматься в какой-нибудь новелле серии на 120. Да, и что-то его в Колумбию понесло. Неужели съемки? Кстати, наследников Дель Монте начали показывать в Африке. После оглушительного успеха желанного тела Марио там очень любят. И еще один суперлюбимый актер ушел в продюсирование. Мы имеем в виду Асфальдо Риоса. Недавно состоялся прием в честь начала работы Асфальдо в Голливуде. Из известных лиц там присутствовали Кристиан Мэйер и Фернандо Кареллио, который потом успел метнуться и в Доминикану, и совместно с Симарро и группой товарищей раздать автографы и пообниматься со зрителями. Мы за Асфальдо, конечно, рады. Но хотелось бы увидеть его и на малом экране. Актер он очень выразительный и яркий. А уж внешний вид даст 100 очков вперед какому-нибудь модному Голлану. Кстати, про модных Голланов. Уильям Леви начал съемки в американском фильме «Реки крови». Это история про вампиров. И Леви написал в Твиттере, что это роль его мечты. Он играет вампира, который борется за справедливость. И вообще, он с детства любит вампирскую тему. Ну, оригинальные вкусы у мужика. Нечего сказать. А вот на телевидении у него не все так радужно. Новелла «Ля темпестат», где он играет главную роль, сокращается на унивизион на полтора месяца из-за низкого рейтинга. Говорят, что Леви в ярости, но комментировать ничего не хочет. Ну и правильно. Молчать красиво и безопасно. Вдруг из Голливуда придется опять на телевизу возвращаться. Эйса Гонсалес начала съемки в сериале, который режиссирует Роберт Родригес. Десятисерийный сериал будет показан в следующем году на канале, который основал сам Родригес. Он называется «Эль Рей Нетворк». Не зря Эйса заводила громкие романы и попала в американские таблоиды. Анна де ля Ригера начинает сниматься в сериале «Ангер Менеджмент» вместе с Чарли Шином и его отцом Мартином Шином. Анна говорит, что сниматься с двумя такими талантами – для нее большая честь. Ну, надо думать. Парочка, что надо. Далее получит звезду на аллее голливудской славы 5 декабря и будет еще одной латинской звездой, удостоившейся этой чести. Ну да, 40 миллионов дисков продать – это уметь надо. И продать, и спеть так, чтобы можно было это продать. Золотую медаль из рук испанской королевы Софии получил Антонио Бандерас. Компанию испанцу составила Хиллари Клинтон. Ну, неплохо они там время проводят в тесном коллективе. Ну, и немного о новеллах. Факунда Арана покинул новеллу Форсантес. Говорили, что у Факунда плохие отношения с Хулио Чавесом и Гризельдой Ситилиани. Что Арана просто сыт по горло этими двумя. Кроме того, Арана был очень недоволен тем, что убили героя Бенхамина Викунии. Сам Арана дал пространное интервью и развеял все сомнения. Он сказал, что покинул новеллу из-за своих личных проблем. Опять же, его персонаж счастливого конца иметь не будет. Что касается Хулио Чавеса, то отношения были нормальными. А изображать самых лучших друзей в мире необходимости не было. С Гризельдой отношения также были рабочими и абсолютно нормальными. Никаких ссор и выяснений отношений на съемочной площадке не было. Вся команда профессиональна, все взрослые люди, так что никаких проблем. А Бенхамин Викунии так не считает. Он и его жена Помпита раскритиковали автора сценария Каролина Агирре за такие выкрутасы в сценарии. Ей все равно, что думают миллионы людей. Ей наплевать на мнение зрителей. Надо сказать, что в чем-то они правы. Зрители действительно любили Педро. И смерть была для них неприятным сюрпризом. Каролина обиделась и ответила, что работает по 18 часов. Всю душу в историю вкладывает, и вот тебе благодарность. Да. Чем дальше влез, тем толще партизаны. Андреа Дельбока возвращается на экран в новом сериале, который называется «Эсэ Мухэр». Главная мужская роль у Сегунда Сернандеса. Андреа возвращается на экран после трехлетнего отсутствия. Ее героине поставлен смертельный диагноз. Жить ей остался всего один год. Она влюбляется в героя Сернандеса и хочет провести оставшиеся дни ярко. В новелле будет много откровенных сцен, и вообще она будет нетипичной новеллой. Ну что же, Андреа актриса очень хорошая. Надеемся, что новелл ждет успех. И последняя новость на сегодня. Рамина Гаэтани примет участие в сериале «Святые и грешники», где сыграет мать, ищущую справедливости. В этот сериал возвращается и Пабло Раго, играющий в одном из эпизодов полицейского по имени Фариас. На сегодня это все. В следующей программе мы познакомим вас с новостями Телемунда и мексиканских студий. Там происходит нечто невообразимое. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok